Ребята, всем привет! Ну что же, сегодня мы с вами переходим к учебнику Rainbow за 4 класс, юнит 3, степ 4. Итак, первое задание. В первом задании вы должны послушать предложение и сказать, какое именно предложение из двух произнес диктор. Итак, ребята, давайте разберем. Первое предложение было под буковкой B. Show him your garden, please. Покажи ему, пожалуйста, свой сад. И прозвучало местоимение him. Далее, ребята. Второе было тоже под буковкой B. My cat is in the chair. Моя кошка на стуле. In the chair. Диктор произнес in the chair. Далее, третье. I have a lot of books. В моем книжном шкафу много книг. И в данном случае предложение под буковкой A. Далее, ребята. Четвертое. Our little table is near the cupboard. Наш маленький стол рядом с буфетом. И четвертое под буковкой B. Пятый, ребята. Итак, ребята, пятое. My new garage is on your right. Мой новый гараж справа. И это предложение тоже под буковкой B. То есть от тебя справа. On your right. И шестое это будет предложение под буковкой A. There are two sofas upstairs. Их два дивана наверху. Ну что же, ребята. А теперь перейдем ко второму заданию. Ребята, во втором задании вам нужно будет разучить рифмовку и повторить ее за Виктором. Давайте попробуем прочитать рифмовку. Do you like them? Нравятся ли они тебе? Так переводится рифмовка. Итак. Do you like flowers? Yes, I do. I like them. Do you like trees? Yes, I do. I like them. Do you like cars? No, I don't. I don't like them. I don't like cars. Do you like birds? Yes, I do. I like them. Do you like fish? Yes, I do. I like them. Do you like bikes? No, I don't. I don't like them. I don't like bikes. Что ж, давайте, ребята, попробуем перевести. Тебе нравятся цветы? Да, мне нравятся они. Тебе нравятся деревья? Да, мне нравятся они. Тебе нравятся машины? Нет, мне не нравятся они. Я не люблю машины. Тебе нравятся птицы? Да, мне нравятся они. Тебе нравится рыба? Да, мне нравятся они. Тебе нравятся велосипеды? Да. Нет, я не люблю их. Мне не... Точнее, ребята, нет, мне не нравятся они. и я не люблю велосипеды, мне не нравятся велосипеды. Хорошо, ребята. Ну что же, а мы с вами переходим к следующему заданию. Итак, Марк позвонил своему приятелю, который живет в городе, в котором Марк заблудился. Вы должны сказать, что говорит Марк своему приятелю, а затем проверить себя по аудиозаписи. Ну что же, ребята, давайте посмотрим. Мы с вами. И попробуем найти правильные ответы. Итак, I'm in the middle of the street. Я посередине улицы. Вы смотрите на картинку, да, и вы можете потом, будете ее потом описывать, и вы должны определить, где Марк. То есть я посередине улицы. The bank is. Банк. А где, ребята? Он сзади, да, он находится сзади. The bank is behind, behind, то есть за спиной. Behind. Далее, behind me. I can see a hospital. Он может, он видит госпиталь. Где, ребята? Посмотрим. I can see a hospital. I can see a hospital. On my right. Право. On my right. Право. Next to the hospital is a new modern cinema. Рядом с госпиталем новый современный кинотеатр. Третий, ребята. Рядом с госпиталем. Это next to. Next to. Рядом. Далее, ребята. Следующее. I can see a swimming pool on my left. Да? То есть я вижу бассейн слева от меня. Слева от меня. Далее. Есть вариант on my left. On my left. Да. On my left. И осталось два варианта. In front of и near. Давайте посмотрим. The flower shop is in front of me. Да? Магазин цветов передо мной. The flower shop is in front of me. Далее, ребята. The bar stop is next to the flower shop. То есть остановка рядом с цветочным магазином. Цветочный магазин. Where am I? Am I near you? Где я? Я рядом с тобой. То есть, ребята, под цифркой 8 нужно вставить слово mia. Mia. Окей. Ну что же, ребята. А теперь вы должны описать картинку, не глядя в текст. Текст перед вами. Пожалуйста. Думаю, все смогут это сделать. Далее, ребята. Итак. Задание четвертое. Ребята, а прежде чем мы перейдем к следующему заданию, пожалуйста, обязательно не забывайте подписываться на канал. Обязательно не пожалеете поставить лайк этому видео. Я стараюсь каждый день для вас. И, конечно же, не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями. Итак, а мы с вами переходим к четвертому заданию. Вы должны прочитать текст и заполнить пропуски в предложениях после текста, выбрав правильный ответ. А также придумать заглавие к данному тексту. Ну что же, давайте попробуем почитать. Итак, много домов в Англии. Он имеет два этажа, две или три спальни, гостиную, кухню, одну или две ванные комнаты и коридор. Bedrooms, то есть спальни обычно наверху. На втором этаже. В Англии. they like gardens. Little gardens with one or two trees and a lot of flowers can be in front of a house or behind it. You can often see roses in these gardens. Sometimes next to a house you can see a garage. In English towns the streets are often narrow and the houses are small. In Britain they say my house is my castle. Итак, кухни и коридоры находятся внизу. Вниз по ступенькам внизу. Вы можете часто видеть ванную наверху и внизу. В Англии любят сады. Маленькие сады такие, ребята, имеются в виду маленький сад перед домом. То есть маленькая вот эта территория перед домом. Итак, маленькие сады с одним или двумя деревьями и множеством цветов, которые могут быть перед домом или за ним. Вы часто можете видеть розы в таких садах. Иногда рядом с домом вы можете видеть гараж. Гарадж. В английских городах улицы очень узкие и дома маленькие. В Британии говорят мой дом, моя Греба. Ну что же, ребята, давайте с вами попробуем как заглавить, дать заглавие, во-первых, текста. Вы можете просто назвать English, например, English house, то есть английский дом. И давайте с вами, ребята, выполним задание. Houses in England often have floors. Дома в Англии обычно имеют сколько этажей? Two floors. Два этажа. Два этажа. Далее, the kitchens are usually upstairs. Кухня обычно downstairs. Внизу. Ответ B downstairs. The bedrooms are usually upstairs. Ответ A. Спальня обычно наверху. In England, they like gardens. В Англии любят сады. Ответ 4-я буковка A. Like. Далее, you can often see roses in the gardens. Вы можете часто видеть розы в саду. Ответ A often. in English towns. In English towns, houses are often small. Ответ B. В английских городах дома обычно маленькие. In Britain, they say my house is my castle. В Британии говорят мой дом, моя. Ours is my castle. Окей, ребята, ну что же, а мы между тем с вами переходим к пятому заданию. Итак, вы должны прочитать письмо к бабушке от девочки по имени Сара и заменить слова картинками, а затем проверить себя. Давайте прочитаем письмо, ребята, и сразу будем заменять. Итак, Dear Granny, дорогая бабушка. I like our new house and my bedroom. It's a big modern room. I have a bed and a sofa in my room. I have no big table, but I have a small table near the window and next to it and next to it an old armchair. My desk is next to the... Сейчас разберем, ребята. ...is next to the bed and my sofa is next to the door. The desk is by the window, too. I have two windows in my bedroom. My tour is all the new are in the are in the cupboard. You can see a map and and a shelf on the wall. My old books are on the shelf and my new children's books are in the bookcase. I have no computer or TV in my bedroom. They're in our living room. Love, Sarah. Окей, ребята, давайте попробуем с вами вставить слова. Итак, первое это, конечно же, house, похоже на дом, поэтому house. House. I like our new house. Мне нравится мой новый дом и моя спальня. Это большая современная комната. У меня есть bed, кровать и sofa и диван в комнате. У меня небольшой стол, небольшой стол, table, но у меня есть маленький стол, тоже table, большой и маленький. Далее. Около окна и рядом со старым креслом. Около окна window и рядом со старым креслом это arm chair, arm chair, my desk, desk, парт, my desk. То есть desk это рабочий, ребята, стол. Table это обеденный стол, desk это рабочий стол. Мэтт парта рядом с кроватью, to the bed, рядом с кроватью, и мой диван рядом с дверью, диван, so far. Desk desk парта. Около окна тоже окно window window У меня два окна в моей комнате, то есть two windows windows называется в конце добавить окончание s. My toys мои игрушки игрушки множественные сейчас, да, старые новые сто старые и новые находятся где? Ну, в шкафу, ребята, в шкафу. Не знаю, тут имеется в виду, наверное, просто как комод, да. You can see a map, вы можете увидеть карту и полку на стене, шалф, полка. Мои старые книги, книги books, множественное число, на полке on the shelf. Снова, да, и мои новые детские книги, опять же, ребята, books на книжной полке. Книжная полка in the bookcase. In the bookcase. У меня нет компьютера. компьютер. Или телевизора в комнате. Or TV set. TV. Or TV set in my room. Помните, у меня они находятся в гостиной. Любовью с Сарой. Ну что же, ребята, хорошо? А теперь мы с вами переходим к следующему заданию под буковкой B, в котором, используя письмо Сары, вам нужно рассказать, что есть, а чего нет в вашей комнате. Ну, ребята, так же вы начинаете, что вы говорите. I like my bedroom. Мне нравится моя спальня. It's a big или it's a small room. Да, вы можете выбрать big, или можете, если у вас маленькая комната, сказать, что она small. Далее, перечисляйте, что у вас в ней есть. I have a bed. У меня есть кровать. I have a sofa and a sofa и диван в комнате. Если нет, то можете это сказать просто I have a bed in my room. У меня есть кровать в комнате. Что есть еще? Окно, например, или парта, например, I have a вместо table можете сразу сказать desk. I have a desk near the window. У меня есть парта около окна. I have a lamp. Не забывайте, что есть другие слова. Можете их тоже употреблять. I have a lamp. У меня есть, например, лампа. Есть ли у вас, где у вас хранятся книги. Есть ли у вас карты, например, you can see a map in my room on the wall на стене and a shelf. Если shelf в полке нет, это просто a map. Если нет карты, это просто shelf. You can see a shelf on the wall. Далее. Вы же самое можете сказать про книги, что my books, не обязательно говорить old или new или children's, просто my books are in the bookcase. Мои книги в моем шкафу. Дальше вы можете сказать, что I have a computer in my bedroom. I have это есть, I have no нет. Если у вас есть, вы можете сказать I have a computer in my bedroom. То есть, ребята, если компьютер есть, и вы не говорите слово no, тогда нужно сказать артикль a употребить. I have a computer in my bedroom. Окей. Ну, что же, далее. Далее, ребята, у нас правила. Правила. Как спросить по-английски сколько о предметах. Вот смотрите, если предмет можно посчитать, например, пуля, один стул, два стула, их можно посчитать, диваны, до кровати, то мы задаем вопрос how many? How many? Например. Да, и вы также должны запомнить, что этот вопрос how many? Ну, и слово само many мы будем использовать только в вопросах и в отрицаниях. В утвердительных же предложениях слово many много. Мы будем использовать вместо слова many выражение a lot of. Здесь сколько или как много, а когда вы утвердительно говорите о чем-то много, вы говорите a lot of. Например, do you have many friends? У тебя много друзей? I don't have many pets. У меня немного питомцев. I have a lot of pets. У меня много домашних питомцев. Хорошо, ребята, ну что же, шестое задание. Итак, Джим и Тим не виделись много лет. И у них возникло много вопросов друг к другу. Вы должны прочитать ответы и сказать, какие вопросы задавал Джилл. Джим или Джилл. Джим. Джим. Итак, do you have many children? У тебя много детей? Yes, I do. Да, да. Do you have many children? Yes, I do. I have three sons and four daughters. Да, у меня три сына и четыре дочери. Далее, следующий вопрос. No, I don't. We have only five rooms in the house. Нет, у нас только пять комнат в доме. Do you have да, вопрос. Do you have many rooms in your house? Do you have many rooms in your house? У тебя много комнат в доме? Далее, следующий ответ. No, I don't. I have no car, but I have three bikes. Нет, у меня нет машины, но у меня есть три велосипеда. Do you have a car? Да, так, сейчас ответ Do you have a car? У тебя есть машина? Далее, следующий ответ. Yes, we do. We have a lot of pets. Two dogs, three cats, and a lot of white mice. Да, у нас много питомцев, две собаки, три кошки и много белых мышей. Итак, также вопрос Do you have many pets? У тебя много питомцев? Далее, Yes, I do, I have a lot of good friends. У тебя много друзей? Да, у меня много хороших друзей. Do you have many friends? У тебя много друзей? Следующее, Yes, I do, I have a lot of books, and I like them. Да, у меня много книг, и мне они нравятся. Do you have many books? Окей, ребята, ну что же, а теперь мы с вами переходим к седьмому заданию. Итак, вы также должны себя представить на месте Тима и Джима и спросить, что у вас есть и в каком количестве. Например, Do you have many cats? У тебя много кошек? Yes, I do, I have a lot of cats. Да, у меня много кошек. Видите, в вопросе, ребята, мы управляем слово many, а в ответе a lot of. Или, например, Do you have many computers? У тебя много компьютеров? No, I don't. I don't have many computers. Следующее, Do you have many televisions? У тебя много телевизоров? No, I don't. I don't have many телевизоров. Так, в данном случае не подходит, что у вас нет телевизоров, да, неправдоподобно. Например, Do you have many fish? У тебя много рыбы? No, I don't. I don't have fish at all. У меня совершенно нет рыбы. Ребята, на этом все. Пожалуйста, переходите на задание из рабочей цитаты и на следующее видео. Всем счастливо, удачи вам, всем пока. субтитры подогнал «Симон»!